Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Ашхен Пагасян, и я подготовила для вас интересный и несложный рецепт завтрака на всю семью. Как вы знаете, сейчас проходит масленичная неделя, и самая широко известная традиция масленицы – это печь блины. И сегодня у нас такой вариант – блины с припеком. Итак, что же нам понадобится для приготовления блинов? Кефир, разрыхлитель, сливочное масло, мука, яйца. А для начинки нам понадобится брокколи, шампиньоны и черри. Так, возьмем емкость. Нам необходимо добавить сюда кефир, но кефир мы предварительно разогрели до 30-40 градусов. Добавляем кефира примерно 200 мл. Нам необходимо добавить 2 яйца. Взбиваем вилочкой, можно венчиком, можно миксером, как вам удобно. Теперь добавляем 30 г растопленного сливочного масла. И еще нам понадобится пол чайной ложки разрыхлителя. Сюда к массе будем добавлять муку постепенно. Добавим 2 столовые ложки для начала. Масса у вас должна получиться, как густая сметана. Все, наше тесто готово. Мы отставим его в сторонку и приступим к приготовлению начинки. Теперь будем нарезать брокколи. Нарезаем ломтиками. Брокколи мы с вами нарезали. Теперь приступим к шампиньонам. Нарезаем грибочки. Нам с вами осталось нарезать помидорки черри. Если они у вас такие же некрупные, как у меня, то мы просто их разделяем пополам. Итак, разогреваем сковороду. Нам необходимо добавить немного растительного масла. И добавить небольшую часть начинки в масло. Так, всего понемногу. Давайте немного добавим брокколи. Брокколи, чуть-чуть черри и грибочков. Начинка уже обжарилась, она готова. Поэтому сейчас нам необходимо залить начинку тестом. Заливаем постепенно, не спешите. Тесто распределяйте по всей поверхности равномерно. Все, как только вы залили тестом, оставляем на 2 минутки и переворачиваем блин. Все, блинчик с одной стороны обжарился. Сейчас мы попробуем его перевернуть. Аккуратно переворачивайте. Второй блинчик уже готов. Мы его выложили в тарелку вместе с предыдущим. Сейчас мы украсим зеленью. Возьмем укропа. Ну что, наш красивый вкусный завтрак готов. Я уверена, такой завтрак придаст чувство сытости на долгое время. Пробуйте, готовьте, экспериментируйте. Радуйте своих близких. Проводите больше времени со своей семьей. Вам отличного настроения и хороших выходных. Увидимся через неделю на телеканале ОНТ. До новых встреч!